Также из тех вещей, которые приносят счастье, это когда человек смотрит в богатстве на того, кто беднее его. Как приводит имам-муслим. Смотрите в этой жизни то, кто беднее вас, и не смотрите на тех, кто богаче. Поистине, если вы будете таковыми, тогда вы каждую милость, которую вам Аллах дал, будете ценить. Когда человек смотрит на того, кто богаче, он не ценит своей милости. И был такой из людей, когда он сидел на мосту в городе Багдад, и приходили конницы, проходили наложницы, и тогда спросил, кому это принадлежит, сказали, это принадлежит сыну или помощнику правителя. Тогда он что? Он разозлился, выкинулся, упросил, то есть сидел на мосту, чтобы ему дали садак. И в один день взял, выкинул, говорит, я не буду больше тут сидеть. Разозлился, обругал всех. Это вызвало в его сердце хасад. Вызвало в его сердце зависть. Жесткость. И он недовольствовался тем, что ему Аллах дал. Итог какой? Говорится, что он стал му'атазилитом, был ахли сунна валь-джама'а, после этого стал му'атазилитом, потом стал рафидитом, потом стал мульхид, стал атеистом и умер на этом. Поэтому имам Эль-Джаузи приводит эту историю в книге Сайдуль-Хатар. Это итог того, если человек недовольствуется тем, что ему дал Всевышний Аллах. Также из тех, что приносит вещей, которые приносят радость, это худур мажалиси-фикр, когда человек посещает кружки, где поминает Всевышнего Аллаха. Будь это лекция, будь это проповедь, уроки, где поминается Всевышний Аллах. Как Аллах в Коране сказал. Когда человек поминает Всевышнего Аллаха, его сердце успокаивается. И последнее, что, чтобы поменьше у нас, для того, чтобы было счастье в сердцах, поменьше должно быть свободного времени. Обычно человеку приходит какая-то печаль, грусть, когда у него появляется свободное время. Поэтому должно быть чем-то заполнено, благим, то, что принесет пользу в этой жизни вечной. Как говорится у Зейн-Абидин ибн Али, был рубец на спине, когда у него спросили, почему у тебя это? Потому что я много ношу на себе еду, которую раздаю фукара, которую раздаю нуждающимся, бедным людям. Поэтому, если человек появился, как только благое, как свободное время, нужно его заполнить тем, чем доволится Всевышний Аллах, то, что принесет нам пользу в этой жизни вечной. Да, Аллах, чтобы простил нам наши грехи, чтобы заполнил вот эти ваши сердца, наши сердца, саада, счастьем в этой жизни, чтобы это счастье нас провело по этой жизни и в вечности. Фирдوس الأعلى, Вишну, Райско, Алибит, Али Фирдوس, «Аقول вам, бэн, тасмайон, استغфор الله لي, ولكм, ولسائр المؤминين, من كل ذنبه, فاستغфروه, إنه هو الغфور الرحيم, الجواد الكريم, السميع الدعاء».